Издательство Эксмо представляет. Рик Риардан. Наследники богов. Книга вторая. Огненный трон. Читает Роман Шахов. Посвящается Коннору и Мэгги, замечательной команде семьи Риардан. Глава первая. Мы играем с огнем. Говорит Картер. Слушайте, у нас нет времени для долгого вступления. Я должен быстро рассказать вам нашу историю, иначе мы все погибнем. Если вы не слышали предыдущие записи, то ладно, коротко введу вас в курс дела. Египетские боги шастают на свободе по современному миру. Шайка магов, называющая себя домом жизни, пытается остановить их. И те, и другие ненавидят нас с Эйди лютой ненавистью. А еще огромный змей собирается проглотить солнце и уничтожить весь мир. Оу, а сейчас-то за что? Сэйди опять пинается. Говорит, что я сею панику почем зря, поэтому я должен стереть все, что успел сказать, успокоиться и начать запись заново. Возможно, но лично я считаю, что мы просто обязаны как следует вас напугать. Цель этой записи — рассказать вам, как все было на самом деле и почему все пошло наперекосяк. Вам наверняка придется наслушаться про нас всякой чуши, но не верьте. Мы не виноваты ни в чьей смерти. И этот змей, он тоже не на нашей совести. Ну, то есть, не совсем на нашей. Сейчас маги всего мира должны объединиться и действовать сообща. Это наш единственный шанс. Итак, вот наша история, а дальше решайте сами. Все началось с того, что мы устроили пожар в Бруклине. Вообще-то задача перед нами стояла самая нехитрая — умыкнуть из Бруклинского музея один египетский артефакт и по-тихому сбежать, чтобы нас не поймали. Нет-нет, мы не собирались ничего красть. Потом мы бы непременно вернули артефакт на место. Хотя, согласен, выглядели мы довольно подозрительно. Четверо подростков в черных костюмах ниндзя, крадущиеся по крыше музея. Ах да, еще и павиан, тоже одетый как ниндзя. Точно, мы не могли не вызвать подозрений. Первым делом мы отрядили наших стажеров, Жас и Уолта, открыть боковое окно. А наша команда, в смысле Сейди, Хуфу и я, пока что изучала здоровенный стеклянный купол на крыше музея, который должен был послужить нам выходом на обратном пути. И с этим выходом возникли кое-какие проблемы. Уже давно стемнело, и музей должен был быть закрыт. Вместо этого стеклянный купол был ярко освещен, а внизу, под нами, метрах в сорока, не меньше. В огромном зале размером с самолетный ангар прохаживались, разговаривали или танцевали сотни людей в смокингах и вечерних платьях. Играл большой оркестр, но из-за завывания ветра и лязга собственных зубов музыки я не слышал. Легкий льняной костюм, вроде просторной пижамы, в котором обычно ходят маги, ничуть не согревал. Магам полагается носить одежду исключительно из натурального растительного волокна, потому что она не мешает творить заклинания. Понятно, эта славная традиция зародилась в пустынях Египта, где холод и дождь — большая редкость. Зато попробуйте пощеголять в такой одежде в Бруклине промозглым мартовским вечером. Зато моя сестрица Сэйди, похоже, холода не замечала. Она как раз возилась с замками на створках купола, при этом невнятно подпевая что-то собственному айподу. Нет, ну серьезно, кому придет в голову отправляться на взлом музея, сунув в уши наушники и включив музыку? А вот ей приходит. Одета она была примерно так же, как и я, только на ногах у нее, как всегда, были ее любимые армейские ботинки. В белокурых волосах, как водится, пестрели ярко-красные прятки. Разве что, по случаю сегодняшней тайной операции, их было немного меньше. Вообще Сэйди синеглазая и белокожая, то есть совершенно не похожа на меня. И нас обоих это очень даже устраивает. Всегда можно сделать вид, что эта чокнутая девица рядом не имеет ко мне ни малейшего отношения. «Вроде кто-то говорил, что в музее в это время будет пусто», мрачно напомнил я. Сэйди, естественно, меня не услышала. Мне пришлось выдернуть у нее из ушей наушники и повторить свои слова. «Должно было быть пусто», — спокойно отозвалась нахалка, пожимая плечами. Конечно, она ни за что не признается, но я-то заметил, что после нескольких месяцев жизни в Штатах ее британский акцент стал постепенно пропадать. «На сайте музея говорится, что он закрывается в пять. Кто ж знал, что здесь устроят свадьбу?» «Свадьбу?» Я еще раз поглядел вниз и убедился, что Сэйди права. Несколько девушек выделялись из толпы кисейными платьями персикового цвета. Ясно, подружки-невесты. На одном из столов громоздился здоровенный трехъярусный торт. Гости, разбившись на две кучки, усадили жениха и невесту на стулья и потащили их через зал, а их друзья бегали вокруг, приплясывая и хлопая в ладоши. То, что никого из новобрачных в этой свалке не уронили вместе со стульями, можно было считать настоящим чудом. Хуфу настойчиво постучал по стеклу. Наверное, он думал, что черная одежда поможет ему слиться с тенью, но он не учел свою золотистую шерсть, не говоря уже о радужно-многоцветной физиономии и, так сказать, кормовой части туловища. «Агх!» — рыкнул он. На павианьем языке это могло означать что угодно, начиная с «смотрите, сколько там еды» и заканчивая «до чего грязное тут стекло». А может и вовсе «ну и глупости вытворяют эти люди со стульями». Хуфу прав, — отозвалась Сэйди, видимо, переведя его высказывание как-то иначе. Пробраться через эти свадебные гуляния незамеченными вряд ли удастся. Может, сделаем вид, что мы из ремонтной бригады? «Ага, точно», — кивнул я. Четверо подростков, которые волокут через весь музей трехтонную статую, а потом поднимают ее на крышу. Так и скажем, пустяки — обычная плановая процедура техобслуживания, не обращайте на нас внимания. Сэйди смерила меня пронзительным взглядом, потом вытащила свой магический жазл, изогнутую резную палку из слоновой кости, покрытую фигурками мифических чудовищ, и направила его на основание купола. В воздухе вспыхнул золотой иероглиф, и последний замок со щелчком открылся. «Если мы не собираемся использовать купол в качестве выхода, — поинтересовалась она. — Зачем я тогда его открывала? Может, тогда выйдем тем же путем, что и проникнем внутрь? Через боковое окно? Я же тебе говорил, статуя просто огромная, ни в какое окно она не пролезет, да еще эти ловушки. Тогда, может, вернемся сюда завтра вечером? — сказала она. — Не выйдет, — покачал головой я. Завтра утром всю экспозицию упакуют и отправят в мировое турне. Сестрица приподняла брови в своей обычной раздражающей манере. «Возможно, если бы кто-нибудь уведомил нас заранее, что мы должны украсть эту статую, — начала она ехидным голоском. — Ладно, проехали, — устало отмахнулся я. — Ясно же, что этот разговор ни к чему не приведет. Что толку, если мы с Эдди вместо того, чтобы действовать, будем сидеть на крыше и припираться? — Да-да, конечно, она совершенно права. Я и сам был бы рад узнать о предстоящей операции заранее. Но черт возьми, мой источник сведений не отличался большой надежностью. После того, как я неделями выпрашивал хоть какой-нибудь помощи, во сне мне пришла подсказка от моего старого приятеля Гора, весьма воинственного бога в обличии сокола, который как бы невзначай обронил. О, кстати, о том артефакты, про которые ты спрашивал. Ну, который содержит ключ к спасению планеты, верно? Так вот, последние лет тридцать он хранится тут, неподалеку, в Бруклинском музее. Вот только завтра его отправляют в Европу. Так что вам лучше поторопиться. У вас пять дней, чтобы придумать, как им воспользоваться. Иначе нам всем конец. Желаю удачи. Я готов был заорать на него. Какого черта он не сказал мне об этом раньше? Да только что пользы. Боги сообщают что-нибудь лишь тогда, когда сами готовы сделать это, и к тому же у них довольно смутные представления о том, как идет время в мире смертных. Мне известно об этом не понаслышке. Несколько месяцев назад гор обитал в моей собственной голове. С тех пор у меня даже остались некоторые из его скверных привычек. Например, иногда я вдруг испытываю приступы желания поохотиться на мелких пушистых зверьков или вызвать кого-нибудь на смертный поединок. Субтитры создавал DimaTorzok